Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, 174-я серийка с дядькой Геральтом, квест дворянин из Цинтры. Мы сейчас будем участвовать в остальных забавах, которых еще не успели. Мне кажется, что правый манжет немного выше. Все хорошо, не волнуйся. А ну сюда зайти можно? Да. А если он не придет, то придет обязательно. О, по воде тоже могу пройтись. Что тут? Что это такое? Фрагмент театрального сценария. Влюбленный ведьмак. Внезапно. А почему именно ведьмак? Густой лес окутан мраком ночи. Над деревьями видна полная луна. Важно! Синографии необходимо полнолуние. Вдалеке слышен вой волка. Ведьмак ступает через темный лес. Ноги ставит внимательно. В руке сжимает серебряный меч. Ведьмак. Зараза! Полная луна! Долго я ждал этой ночи. Ведьмак. Три недели в этой богами проклятой дыре, чтобы выследить одного волкалака. Хорошо, хоть дочь мельника скрасила мне ожидания. А в общем... В общем, жалко будет уезжать. Зараза! Может взять ее с собой? За спиной ведьмака слышен треск сломанной ветки. Ведьмак поворачивается в боевой стойке. Видит волкалака. Попался чудовище. Арррр! Бешено рычит. Волкалак снимает маску пса. Ведьмак видит, что это дочь мельника. Он удивлен. Не знает, что делать. Дочь мельника. И что теперь? Убьешь меня? А может возьмешь с собой? Прикол! Я столько времени работал над этим спектаклем. Ля-ля тополя! Мавангард, Аргергард. А все хотят только... Претенциозный? Так, ясно. Я не понимаю, почему эта область выделена. Может быть здесь? Ой! Куда я зашла? Не мешайте! Не мешайте! Сука! Ага. Цветок подходит. Опять придется мылить сиськи. Разумеется, подходит. Орхидея прекрасно оттеняет цвет кожи. У нас дело к вашей модели. Это займет всего минуту. Ко мне? Не двигайтесь! Можете разговаривать, но прошу, не двигайтесь! Я хотела поучаствовать в забавах. А вместо этого нашла голые сиськи. Прикройся! Ну и ну. Замечательный портрет. Узнаю эту манеру. Это же Дориан Велес. Милостивая государыня слышала обо мне? Я... Я слышала, что сама Анна Генриетта хотела пригласить вас написать ее портрет. Да, в свое время ко мне обращался придворный коммергер, но он отверг мои условия. А что пошло не так? Узнав, что я пишу исключительно обнаженную натуру, он прервал все переговоры. Говорил, не решится оскорбить ее сиятельство таким предложением. А я всегда хотел ее написать. Так жаль. Походу, она согласится. Думаю, вам еще представится такая возможность. Так, ну по-моему, это не этот, не Сесиля. У нее там какой-то другой цветок, не орхидея. Или орхидея. Мы пришли сюда, чтобы встретиться с вами. С... со мной? Но зачем? Расскажите о центрийском дворянине, с которым вы сюда пришли. Центрийском дворянине? А-а-а, вы думаете, я Сесилия? Меня, должно быть, сбила с толку орхидея. Я же говорил, не двигайтесь! После выступления Сесилия бросила цветок в толпу, и я его поймала, но я видела этого дворянина. Нам очень нужно с ним поговорить. Как он выглядел? Как все. Высокий брюнет в маске? Вы знаете, где он сейчас? Он вручил Сесилии подарок, такую коробочку в форме сердца. И потом они пошли к столам с угощением. Милостивые господа, так невозможно работать! Оставьте нас! Да все, не бубни! Смените кадр! О-о-о-о! F5! Ладно, это была не Сесилия! Поучаствовала в забавах, ее моя! Ровно? Мне кажется, что правой манжете немного... Я хочу наверх зайти! Можно зайти наверх? Двери тут есть? Кто здесь? Отойдите, пожалуйста! А я открыть хочу! Закрыто! А если он не придет? Придет обязательно! Текс! У меня очень много... Смотрим! Че тут? Мой заказчик за это учил! Выпить вина! Выпить вина! А с ним что-то можно сделать? Знаете, это другой бель, его брат! Ну что? Что? Потянуть! Че это было? Какие-то забавы, которые заставляют понервничать тока! Тут только пухня осталось! Это че? Это че наверх? Вот это вот, госпожи! Ладно, больше никаких забав не осталось! Значит, это тот другой бель, его брат! Надеюсь, этот вечер закончится более пристроенно, чем последний! Запомнила! Пустая коробочка в форме сердца! Должно быть, ее здесь оставилось и синяя! Похоже на коробку от духов! Наверное, это подарок от центрицы! Запах все еще чувствуется! Пойдем по нему! О, ням-ням! Любовное письмо на салфетке! Взгляни! Лаура, любовь моя! Лучик солнца на небосводе моей жизни! Буду говорить прямо от всего сердца! Неделями шлю я по твоему адресу вкратчиваю взоры! Тая в глубине души надежду, что равно и ты питаешь ко мне хотя бы тени расположения! Я долго набирался смелости, чтобы открыть тебе мои чувства! И наверняка до этого до сих пор был... до сих пор бы не дошло, если бы только не появилось на сегодняшнем приеме в обществе этого дамского угодника! Гуляки и претензиозного рифмоплета! Альфонса Дерезиде, сука! Я уже его ненавижу! Тьфу ты, гуляка! Лишь только я увидела, что этот хлызь за тобой оболочится, как немедля решился реагировать! Схватил я в руку лучшее свое оружие, то есть перо и художественное слово! И пишу тебе это письмо! Прости, что на салфетке, но у меня не было под рукой ничего более подходящего! О, чудеснейшее! Не верни слову из тех, что нашептывал тебе этот человек! Скользкий, словно уж и равно же ядовитый! Оттринь его аванты! Позволь мне самому ходить с тобой под руку! Кормить тебя виноградом и освещать твое небо фейерверком твоего счастья! Фабьен А он еще что-то Ага Это все зло Так, ну я могла что-то упустить Картины какие-то Первые шаги Матильды Ну понятно, ничего Зачатие Эдуарда Я не поняла, кто там толкается? Рождение Людовика, ясно Абстракция какая-то очень серьезная Краска Лишь отражение размышлений над природой бытия Она несущественно Все закрыто Не слышали новости? Да все только об этом и говорят Чуть-чуть Прошу оставить нас одних Оставляю А ну дальше сплетничайте Какие? Ну-ну Какие-то мутные темы Сегодня должна была выступать не Сесилия, а ты Что ж Скорее всего Кое-кто так решил Этот Кое-кто Понятия не имеет о настоящем искусстве В следующий раз Это будешь ты Поверь Я сам поговорю с Арианой Арианой Тут никого нет, да? А ну пиши Я везде с дельфинами Сейчас случайно приду по запаху Ладно, идем Вроде как Ничего больше не вижу О, нам сюда и надо Мы тут уже были Эф-5 Пропускай Я уже говорил, вход только для членов Мандрагоры А мы члены Мандрагоры Пойдем, что-нибудь придумаем Я этот, магией владею, в смысле Я, я везде узнаю этот голос Какой? Вы, должно быть, перепутали меня с кем-то Я 15 лет служил во дворце, ваша милость, я вас ни с кем не перепутаю Тсс, не так громко Мы здесь инкогнито Это дело государственной важности Так точно Чем я могу вам служить? Я надеюсь, он Нормис? Мы же можем рассчитывать на твою сознательность Разумеется Будунем как могила Или пойдешь туда, если расскажешь кому-нибудь Мы ищем Сесилию Биланты Не видел ее? Она в гримерной Пришла в компанию какого-то дворянина У них явно Что-то между ними явно было Как он выглядел? Высокий Широк в плечах Из-под маски была видна черная борода Говорил с иноземным акцентом Ну вот Так растягивал Угу Это наверняка он Нам нужно в ее гримерную Как можно скорее Так точно Я вас отведу Ой, какой хороший Оставайся здесь А если кто-то попытается бежать Задержи его Так точно Хе-хе Молодец Молодец Наверх Ща Закрыт А че я в другие двери Не могу зайти Не будем терять времени Ща Сука, нельзя Ладно Руки подняли Бля Пульса нет Мы опоздали Тихо-тихо Генриета А ну Включаем нюх Найди его Пока он не причинил Вреда кому-то еще Я сейчас же Уведомлю Ариану Пусть закончит прием Нам нельзя разделяться Нельзя, нельзя Геральт Я справлюсь Беги за преступником А я приведу помощь Блин Ну она конечно смелая Но с ней что угодно Может произойти Ф5 Золотая шкатулка Это нам Он убил ее И вышел На балкон Так, отлично Этот лут ей больше Не понадобится Ага Кровавый отпечаток Руки Это он Ловко Выбил дверь И сделал из нее Помост А он сильный Открывая дверь Разбил горшок Затем наступил В землю Отлично Следы грязных Сапог Он забрался По этой лесенке Какой? А Не видно было Так, ну если нам Придется драться Надеюсь Геральт Из своих карманов Мечита Достанет Хорошо Хорошо Разбитое зеркало Кто-то влетел В него А затем Упал на пол Отлично Следы крови Так, что-то здесь Нечисто Капец Я тут золотом Налуталась Шкатулка С выломанным Замком Похоже Ее вскрыли Отмычкой Звенья Разорванной Цепочки Наверное На ней Висела Драгоценность Наверное Вор Пришел За этим Камнем На нем Кровавый Отпечаток Пальцу Зачем Им Камень Как от Разорванного Ожерелья Видимо Завязалась Драка Аааа Он Получается Решил У кого-то Отобрать Цепочку Точнее Камень Из нее Но Зачем Похоже Вещь Ценная Но Он Пришел Не за Этим Нет Не за Этим Пустая Чернильница Ее Сбросили И она Упала В сторону Комнаты О Холст Надрезан Картина Будто Разрезана Ножом Холст Надрезан Картина Будто Разрезана Ножом Почему Я не могу Использовать Эту Магию Украшенный Охотничий Нож Должно Быть Вы Выронили Во Время Схватки Светильник Погнут И Вымозан В крови Кто-то Пытался За него Схватиться Ага Он Наверное Напал На Эту Женщину Она Ему Закрыты Ключа Нет Она Его Этот Ножом Пырнула А он Ее Убил Ключи Я так Понимаю Найти Не смогу Не спешим Не спешим Не спешим Не спешим Ну Вроде бы Как Все Ага 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 он помер это ты так это следователь ведьмак верно да мы вместе обнаружили тело а затем он пошел по следу убийцы и попал сюда но здесь я нашел только следы борьбы кажется с последней жертвой центриец не справился жаль только сисилии это уже не поможет а где жертва бедная девушка я всегда говорила ей что она выбирает не тех мужчин но я подумать не могла что она приведет сюда убийцу а кто знал никто не знал я скажу прислуги пусть сейчас займутся ее телом мы же давайте присядем и я расскажу вам все в подробностях ну вроде бы я все прочекала я застала его за кражей он рылся в моих вещах выискивая ценности и что ты вызвала стражу нет у меня не было времени он же мог сбежать он как раз стоял ко мне спиной так что я напала сама а это ее комната была раму картины у него хлынула кровь он был в бешенстве вытащил нож а потом все пронеслось как в тумане я сумела выбить у него нож и толкнула его а он выпал из окна именно так были на на ту же какая-то подозрительная если честно неразумно вступать в схватку с вооруженным преступником потому что я дама и ношу платья не доспехи я умею о себе позаботиться в келька для волос может и выглядит как украшение но если ее вогнать в глаз она убивает не хуже меча все получается жертва была она но она сумела за себя постоять он треснулся башкой и выпал в окно но получается выжил значит когда вы вошли в комнату этот человек воровал ваши вещи он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения но зачем он пришел за этой вещицей я нашел ее здесь же но это же сердце тусэнта ариана откуда она у тебя я купила его много лет назад у какой-то молодой женщины может быть это молодая женщина была как раз таки девушка и этого как он вместе как его зовут дури марыч почему это украшение так важно дедлов сердце горами принадлежала моей семье потом она пропала вот аж не думала что она найдется похоже кто-то очень хотел его найти вор оставил сумку с инструментами а внутри был этот рисунок взгляните так но на кого-то работал кто-то посерьезнее сердце тусэнта очень точно нарисовано центрица работал на заказ и отлично знал что ищет то есть то есть мы ищем не его а его заказчика это наша единственная улика есть еще оружие с которым он напал на ариану охотничий нож для свежевания дичи на рукояти какой-то герб это родовой герб дунтыны хозяин этого замка страстный охотник может быть пойдем по этому следу давайте спросим что это за место дунтыны я помню это место несколько лет назад она была заброшена не так давно туда вернулся последний наследник рода рады рик поселился там и восстановил замок ты знаешь что-нибудь еще об этом роды реки его дедушка был советником королевы адемарты а за службу его семья получила эти земли рода рик нелюдим избегает людей удовольствуется компании нескольких рыцарей из дружины и если только их можно назвать рыцарями это разбойники с гербами на щитах надо будет это проверить потому что никаких больше зацепок у нас вообще нет в принципе вообще ариана надеюсь что все что здесь было сказано вы сохраните в тайне если станет известно что кража закончилась неудачей то заказчик может от нас уйти так что надо действовать осторожно молчание важно для всех нас я не спрашиваю о ваших делах но надеюсь что и меня больше никто не будет беспокоить прошу у меня простить госпожа ариана можно вас на два слова простите я на минуту так хочу за секретики можно при нас пожалуйста может быть они тут что-то же замышляют а ну еральт ушки ушки напрягаем и подслушиваем чё думаешь об ариане что ты думаешь об этой ариане на свете мало людей в чем присутствии я ощущаю беспокойство но рядом с ней мне становится не по себе ну да она такая подозрительная дома рисунок сделан на той же бумаги на которой написано имена жертв вампира его нарисовали теми же чернилами похоже это работа наших шантажистов а он один скорее всего оставили бестию убивать а кроме того украли сангриали попытались добыть сердце тусента но зачем виной драгоценность напрямую связаны с тобой что-то мне не верится что это случайность да я бы сказал что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь о нет это может быть кое-что другое что а ну давай выкладывай свои секретики заговорщиков может быть моя сестра сиана о ее отлучили от двора когда мы были еще детьми мои родители и изгнали с тех пор я ее не видела бля родители изгнали она ненавидит свою сестру за что ее выгнали ты думаешь на замешана в этом деле почему ты думаешь что твоя сестра замешана в этом понимаешь она всегда была собственницей она всегда завидовала если у меня было что-то чего она не зависть это дело очень я думал так всегда бывает между сестрами нет не всегда я ведь тоже в долгу не оставалось иногда мне очень и и не хватает кража моего вина была первой уликой это очень в ее стиле она любила утереть минус и я окончательно убедилась после сердца тусанта она получила его в подарок от отца в те времена когда родители считали что она просто непослушная девочка если кто-то захотел сначала получить мою вину а после украсть фамильную драгоценность то это скорее всего была моя сестра причудливое желание опальной княжны похоже на правду да что в этом есть кстати не знаю мне может кажется или нет но генриета чем-то на меня похоже или я на генриета почему твою сестру изгнали все она была смысле твои родители столкнулись чародеем нет она родилась дурную часть говорили ее коснулась проклятие черного солнца гераль скажи это правда люди могут быть злыми только потому что родились не в ту лунную фазу нет это не правда черным солнцем возможно а может все потому что к ним с самого рождения относятся как к прокаженным это похоже на правду было нелегко она она была зла на вести чувствовала себя хуже других но скрывала это под маской самоуверенности и наглости она бывала жестокой помню один такой случай она внушила седрику де кульберу что во сне она может предвидеть будущее мы были еще детьми а брат седрика был в меня влюблен это было невинное детское увлечение сиана об этом знала она сказала седрику будто ей приснилось что он погибнет от рук собственного брата седрик стащил у отца меч и зарубил брат она загубила этой шуткой две жизни пиздец седрик не простил себя по сей день мне мурашки бегут в конце концов ей пришлось покинуть дворец много лет назад и все это время я тосковал твоя миссия обретает новое значение отправляйся в дун тыны и если сиана все еще там найди ее несмотря на то что она сделала волос не должен упасть с ее головы и ты позаботишься об этом ну позаботимся надеюсь что у нас это получится сделать если она там я найду и очень на это надеюсь я хочу с ней поговорить как сестра сестру так что там такое ваша милость геральт я хотела вам представить регис какой серуа дырмала что ты в баклере а это ой щас мой близкий друг деклов вандер эритайн он прибыл из назаира мы вместе помогаем присутствующему здесь ведьмаку ах водка но что вы делаете здесь ориан они заглянули ко мне решив устроить сюрприз и я пригласила региса на бокал вина мы знакомы очень-очень давно она че тоже вампир кажется вы двое тоже старые знакомые даже друзья она вампир это правда мало на кого я могу рассчитывать так как на региса надеюсь он тоже самое думает обо мне дружбы интересно похоже противоположности и правда притягиваются не дай себя обмануть дорогая геральт истинный кладезь достойно флячу происходит помнится вы говорили что помогаете ему с заказом подозреваю что речь идет обесть мастер ведьмак может вы развеете мое любопытство каково это стоять лицом к лицу с чудовищем когда есть только два выхода убить или быть убитым я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом ляля палец палец достаточно просто поговорить какая напряжуха интересно что такой монстр захотел бы тебе сказать может попросил бы прощения за что же монстр просить прощения у ведьмака монстры бывают разные что убивал однако порой у монстров нет выбора особенно если надо защищать близких совсем как у людей с людьми все то же самое иногда ты вынужден убивать не не ругайся не ругаемся наверное поэтому ты друг региса да были неожиданно правильно тебя понимаю ты бы предпочел помочь чудовищу а не убивать помочь помочь да если это возможно по крайней мере я бы попытался довольно разговоров о ведьмачьем ремесле регис упоминал что ты родом из назаира я была там в детстве у вас приятные воспоминания великолепные я помню я была в восторге от местной моды больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами похоже у нас кончается вино я пошли в погреб за новой бутылкой позвольте я скажу предисто мне поможешь ты разбираешься в винах гораздо лучше меня сейчас вернемся какая компашка собралась я не могу сердце так стучит это ужас а их не смущает маникюр который у ригиса и у дэдлофа и ру ведьмак книги нету ну да весьма редис весьма невероятно надо поговорить ты с ума сошел ты привел сюда дэдлофа позволь я тебе объясню это я тебе сейчас объясню он опасен а ты взялся за ним следить дорогой мой именно это я и делаю дэдлоф верит что ты выполнишь задание и никого больше не убьет серьезно по крайней мере пока в его руки не попадут люди похитившие рену ладно откуда ты знаешь ариану вы здесь случайно то ну да конечно случайно это ряда она правда твоя подруга и можно доверять мы познакомились давным-давно еще до знакомства с тобой и до того как она села в баклере вампирша я ее много лет не видел я я тебе про нее расскажу но при более удобном случае блин у вампиров острые зубы ногти острые торчат они бы как-то подпиливали не знаю чтобы не не бросался глаза сильно вы двое казались здесь не случайно я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств нам помогла услужливая птичка какая ворона я знаю где скрывается шантажисты слушай меня внимательно мне удалось узнать где шантажисты они сидят в замке дун тыны замечательно если они там ты рена там же княгиня подозревает что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра возможно она связана с шантажистами то есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек да именно поэтому нельзя рассказывать об этом датлофу он жаждет мести он уже ухо кинул сто процентов гераль поверь мне я могу на него нет редис мы не можем рисковать задержи датлофа я отправлюсь в дон тыны 11 потому что тогда я буду уверен что ни с кем ничего не случится надеюсь ты знаешь что делаешь ладно я займусь датлофом удачи мой друг бляха чудесно датлоф я рада что ты напомнил мне об этом а вот и вы долго же выходили выбор вина вовсе не такая легкая вещь как кажется особенно если пить его предстоит столь известным дамам рейдис как всегда галантин тем более я сожалею что не допью с вами эту бутылку обязанности зовут ваша милость было очень приятно благодарю за помощь она неоценима геральт ты меня проводишь так хочу у нее зубы не острые у этих острые а у нее нет датлоф сиди тут понял мне надо засейвить две девчули как это сделать какая ножна признать у тебя необычные друзья это датлоф весьма загадочный человек я надеюсь меня не заставит выбирать между тем чтобы рассказать и кто на самом деле или не рассказывать потому что это это будет нечестно я не очень хорошо его знаю он рассказывал о себе немного но я чувствую каковы люди на самом деле иначе я не выжила бы при дворе недели и какой чувствительный грустный носит в себе какую-то трагедию но это хороший человек только потерянный потому и кажется таким мрачным она чувствует это был очень интересный вечер максимально внезапный не ожидал что сегодняшний вечер закончится вот я тоже это правда но я вытащила тебя не на романтическую прогулку я хотела убедиться что ты знаешь что тебе делать знаю я отправляюсь в дон ты мы тебе помогут мои гвардейцы они будут ждать тебя на мельнице графа дэла круа это на реке санс ретур недалеко от корчмы куралиск дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь вместе вы атакуете замок ой божечки кошечки литинские врата можно я переоденусь кто-то идет а это просто людишки же сианна а ну арианна во время приема так 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 участливая подруга всех местных людей искусства они просто очередная богатая аристократка кто она тут не написано что на вампирша сианна ой-ой-ой выглядит она я не знаю даже как сказать зловещий немного так сиана слишком опасно для окружающих родителей решили удалить ее со двора и проще говоря приговорить к ссылке капец у них родители но это ужас никому таких родителей не пожелаешь вместо того чтобы заниматься своим ребенком не слушать вообще никакую тут и ересь про про луну и все остальное они постоянно наговаривали на нее всем говорили что она такая что у нас странная что надо дебильная какая-то потом сами и выгнали так а чём я этот капюшончик наделся где где я не поняла у меня была тут пустая ячейка куда она делась о выписали что можно в очках сколько там время ладно потом я сниму капюшончик блин какой кошелок а ты не пробовал не бухать штурм штурм дон тэйна встретиться с дамьеном на мельнице графа де лакруа после полуночи удачи на охоте ведьма спасибо у меня уже пятьдесятый уровень капец ладно 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 встанем красивенько так тихо кусты не закрывайте мне вид на твое мужчину все тогда уже пойдем на штурм в следующей серии я вообще в шоке что у нас собралась такая компания два вампира один из которых настоящая бестия и мне теперь нужно засейвить и его любовь и получается сестру Анны Генриетты но мне что-то кажется что она не совсем такая ужасная как ее описывают или может ужасная вообще хэзэ вот это да сюжетный поворот я не могу ладно надеюсь вам понравилось все туристы в описании подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик комментируйте всем до встречи в следующем видео субтитры сделал DimaTorzok и